То, что сигареты являются генетическим оружием, знали многие претенденты на мировое господство. Например, Адольф Гитлер, заботясь о сохранении генофонда наций, был ярым борцом с курением, объявив его врагом здоровья и будущего Германии. Однако для завоеванных территорий его политика была совсем иной. В 1942 году, самый разгар боевых действий на территории нашей страны, Гитлер сформулировал так называемые «основы оккупационной политики на завоеванной восточной территории». В своей краткой директиве он написал всего три предложения. Необходимо свести славян до языка жестов. Никакой гигиены, только водка и табак. Гитлер знал, что водка и табак выведут ненавистных ему славян через одно поколение без всяких крематориев и газовых камер. Самое удивительное, что план нацистов успешно выполняется и сегодня, и даже в больших масштабах, чем они планировали. По данным Министерства здравоохранения России, ежегодно 400 тысяч человек преждевременно умирают из-за курения. Это более тысячи смертей в день. То есть три полка ежедневно уничтожаются без бомб и патронов.